добрый день дорогие мои подписчики и гости моего канала и кто иногда заглядывает на мой канал всем доброго дня суток на канале томата больше чем любовь светлана чернова я живу на среднем волге в чувашии полным ходом у меня идет посевная практически для теплиц все томаты посеяны все взошли для первой теплицы уже спикированы на 2 для 2 теплицы сегодня уже начало хочу сделать как получится потому что уже не хочет чтоб они переросли место приготовили уже куда я буду спикированную рассаду ставить но суть не в этом у меня еще не не все наверное еще может быть не докупили может быть кто-то не нашел эти семена кто-то и сеять еще не начал ведь у каждого свои условия у каждого свой климат своя свои погодные условия когда я говорил вот посеяла ромовую бабу кто-то мне говорил может быть ромовая бабка может быть ромовая баба прошлом году я услышал комментариях других и подписчики мне писали ромовую бабу очень хороший томат но я увидел ромовую бабу и сразу взяла не задумываясь не глядя как говорится это вот прошлом году я взяла ромовую баба сибирские сладкие безупречно безупречно янтарные плоды вес до 400 граммов но опять-таки плод до 400 граммов я себе сразу же написал тут очень похож на южный загар южный загар у меня тоже от сипсада тут на рисунке конечно он не очень похож может быть на южный загар чуть продолговать они у меня росли в одной теплице и мне сравнивать можно было очень они похожи средне ранний высокие сорт сибирских селекционеров растение крепкой высотой до двух метров до двух метров он не доходил ростом был меньше чем южный загар но ничем таким примечательным он себя не показал даже я семена не сделал тут много осталось выращивать его надо два стебля может кто-то вот выращивал его и он удался это то есть удалась эта ромовая баба оранжевый цвет и мне все в комментариях писали это у вас не ромовая баба это у вас не ромовая ну я думаю пакет я купила это ромовая баба у меня и в этом году уже практически посевная у меня началась и вот вижу опять ромовую бабу потом опять говорят наверно у сипсада ромовая бабка ну никак не бабка ромовая баба ну хотя бы производитель не не вводили нас вот скажем покупатели вот заблуждение комментариях мы пишем об одном томате а у нас тут совсем другой томат вот теперь мне пришлось приобрести хит продаж очень вкусные томаты необычного цвета не вызывает аллергии так крупноплодный сорт среднего срока созревания длительная отдача урожая ну тут хвалебные речи 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 подходит для открытого грунта и теплиц кусты высокие ну до полутора и более первые плоды достигают веса 600 граммов остальные 250 350 томаты с тонкой кожицей и все такое и цветом они отличаются я конечно посеяла мне теперь хочется узнать что за эти ромовые бабы мне хочется производители кто производит семена для нас мы а почему вот неужели вот это не надо было другое название дать кто первее скажем выпустил они наверное друг у друга смотрят все равно у кого какие семена что вот теперь если в обзорах я буду показывать вот эту ромовую бабу кто-то посеял вот эту или наоборот я прошлом году в обзорах показывал вот у меня ромовая баба это и мне все этот шквал комментариях это у вас не ромовая баба то есть разно чтение получается семян что вот такого не случилось мне кажется производители должны за своим таким вот следить чтобы люди не попадались вот на эти и этот вроде по описанию хорош томаты это цветом они совершенно разные этот желто зеленый похож ну как сказать наверное это ближе такого желтого ну в цвете уже я даже не знаю как назвать там не написано как он называется по цене они одинаковые по 25 рублей оба два пакета в общем будем наблюдать это я уж в этом году не посеял посеял южный загар мой привычный томат из своих семян а вот эту ромовую бабу естественно посадила теперь я хочу показать вот эти мои томатики пикировал для первой теплицы я томаты ну ведь остались такие слабенькие хиленькие я думаю ну вот тут место у меня есть а то то что осталось думаю вот тут сюда положу вот шоколадный узелок афро черри так ботяне вот осталось ну и поставил я под стол этот лоточек и и ведь так красиво они через на другой день я смотрю они так красиво расправили расправили крылышки ну как их выбросишь вот как их выбросишь ведь красота такая такие крепкие такие листочки красивые и сочные ни одного плохого расточка нет в общем и себе и мне и и много кому достанется мне то есть рассада дай бог чтобы все на случай как говорится разных катаклизмов добавочная рассада всегда должна быть теперь другой лоточек опять-таки вот у меня тоже я пикировала все для первой теплицы у меня что же тут осталось вот перец айсберг два я говорила опрометчиво посадила это чисто торфянные ну тогда я думаю что хорошие торфянные были не таблетки именно просто торфянные они все уже почва как говорится сам там расправилась ничего там ни пакетиков нет на дне есть дырочки поливать тоже удобно ну теперь вот перчик пока до пикировки растет ну очень достаточно хорошие а вот тут вот второй не знаю чего не понравилось тот же сорт три таких слабеньких хиленьких это даже шлем не сбросил никак а вот это у меня чего-чего сам ну куда ну я себе два ставил куда ж его больше посадишь у него такой мощный куст они на улице у меня в прошлом году росли такие были ого-го а теперь вот они растут ну думаю ну что ж с вами делать то чего с вами сделать тут осталось один четыре восемь чего-чего сам кто поблизости живет чего-чего сам у меня есть опять таки рассаду я конечно вот как их не любить они ведь растички это будущие помидоры сколько лет выращивают томаты сколько лет выращивают помидоры всегда смотри боже мой какие вот малюсенькие проклевываются выходят и потом вырастают они вымахивают два-три метра думаешь господи вот из этого маленького росточка вымахивают такие помидоры очень интересно за ними наблюдать теперь вот смотрю за этим за занавесочкой вот у меня батарея закрываю вот такими плотными полотенцами чтобы вот эти растишки у меня не переросли вот эти растишки с 14 февраля им еще и 10 нет дней сколько ну больше недели они прохладе должны при свете круглосуточно солнца нет и лампу не выключаю вот так такие дела кто опять возвращаясь тому с чего начала у кого что получилось из этих баб пока пока